отбитые уже такие z ватники с ними достаточно тяжело вообще потому что я не знаю что происходит с этими людьми потому что вроде получали образование учились в институтах университетов читали какие-то книжки там классику и все такое но в какой-то момент они стали просто тупыми как дровосек или вот этот соломенный персонаж из сказки баума да но но там по крайней мере мозги то закачали закачал великий страшный году здесь гудвина никакого нет как мы понимаем если только не считать путина но у путина тоже мозги плывут вместе со со всеми его силиконами вот именно да поэтому здесь он играет на и логовой этот фильм направлен этой публике в том числе да он говорит что ребята как мы с вами на самом деле и в принципе я смотрю что проблема даже в чем на в том что она привлекает даже вот это вот убогость она привлекает людей почему но потому что наверное люди привыкли находиться в убогости вообще и в социальной и интеллектуально-духовной и соответственно это как бы вот отражается этими чаяними да какие-то порывами внутри эти струны задевает потому что ну трудно представить что ты поддерживаешь то что несет постоянную гибель что несет хаос что не несет никакого образа будущего ведь проблема россии в том что у нее нет образа будущего как бы не клеймили например коммунистическую диалоги но и коммунистической диалоги давал образ будущего давала какой-то да вот светлое давайте подождем ну вот да вот не достигли коммунизм но вот социализм потом развитой социализм да потом какой-то предкоммунизм да потом еще что-то но вот все равно рано или поздно а путинская система же никакого образа будущего не дают потому что эти чекисты этот либерал чекизм он не может формулировать такие серьезные вещи и поэтому они просто эксплуатируют образ прошлого любой образ прошлого он всегда светлый а ведь большинство людей они же не понимают в истории ничего соответственно да они думают что ну вот прошлое это вот когда ходили белорусы светлорусы славяне голубыми глазами вот косоворотках все прекрасно все было еды полно молоко мясо экология руны и все остальное примерно так люди считают они понимают что прошлое оно было ужасно это смерти эпидемии это голодуха это просто беспредел носителей власти да хотел там дружинник уже при при этих русских княжствах просто-напросто дружинники набрали накормление регионы да им отдавали накормление и они собирали налог в пользу князя или великого князя сверх того что он требовал они просто оставляли себе поэтому у них были все полномочия из-за этого же выросла причина из этого в том числе выросла путинизм всесилия и наглость чекистов поэтому як это к чему я это к чему к тому что они могут только обирать людей и они не могут конечно на создавать какие-то проекты какие-то планы на будущее по серьезному они просто не в состоянии мыслить такими категориями них категория какие набить карманы рассказать всем людям что кругом враги мы находимся в режиме осозненной крепости поддерживайте вас нас или иначе придут так англосаксы и всех вас сделают рабами ну вот примерно так это примитивный метод но он работает как мы видим пространстве россии вполне себе работает я хотел бы вернуться к словам об андроповском стиле лейтенантов кгб ведь вы моложе меня поэтому вы не будете помнить именно андропова я их очень хорошо помню я был тогда двадцать восьмом девятом и действительно андропова многие очень ждали ну типа того андропов придет порядок наведет но порядка то нет в стране же бардак но даже я будучи восьмиклассником понимал что для порядка нужны какие-то системные вещи там уже что-то читал уже что было тогда можно читать и вот была абсолютная убогость того что делали был такой указ о трудовой дисциплине к чему это сводилось к тому что людей ловили на улице и в кинотеатрах рабочие ваня в кафе еще где-то было очевидно что ну просто-напросто таким такими методами порядок в стране ненавидим ничего ведь при одно ведь ничего не изменилось ничего не изменился риторика риторика и больше ничего последняя попытка что-то изменить было у коцыгина она была тоже в общем-то углубой но это было все таки попытка что-то системно изменить а при одно ничего я вот сейчас понял что вот те которые сейчас у власти и это было во втором классе а они как раз таки в этот период выходили в жизнь и формировались они действительно по-другому не умеют вот вот вам пожалуйста их стиль ну если мы подставим в песне то цоя ты говоришь что у меня по географии трояка мне на это просто наплевать восьмиклассница то есть здесь вполне да что вот эти вот восьмиклассники и те кто последствия как вы сказали выдвинулись уже в люди вот эти вот путинисты троечники они же реально были троечниками а путин это известно на что тащили в институте только потому что как бы он был в секции дзюдо а потом уже когда он начал сотрудничать кгб ну естественно просто тянули за уши поэтому вот эти вот люди очень слабые а хотя там птичевшиеся чем же тем что они из культурной столицы санкт-петербурга но мы понимаем что их интеллектуальный уровень а самое главное духовный мир очень слабый об этом есть хороший рассказ у сорокина с последнего сборника его а рассказов который называется белый квадрат значит и эти люди олицетворяют что интересно порядок честь совесть да там как они говорили холодные руки горячее сердце и все остальное когда в девяносто девятом году был запрос же интересный об этом писал павловский где-то уже с девяносто шестого девяносто седьмого года когда уже николай борис николаевич ельцин на избрался ну как избрался и тогда уже в администрации президента стали соответственно думать о будущем и полоски говорят что несколько лет они делали масштабные социологические замеры и пытались выяснить чей образ можно продать россиянам они состряпали коллективный образ того персонажа которого одобряют все примутся это был образ штырлиц образ штырлица и этого штырлица они начали лепить из путин ведь это разговоры путин о том что я решил пойти в кгб посмотрев 17 но даже тот образ который нам нарисовал нарисовал алиозного и соответственно немецкого офицера да но вот а вот а мы опять и возвращаемся к тому что это все косплей все косплей на самом деле все косплей то вами германцы но опять таки вот как это фамилия актер это который товарищ исаева играл тихонов тихонов да но человек действительно с благородным по крайней мере вот лицо но путин я читал что у него что он щиты меч посмотрел поэтому решил то есть да да но он же он сейчас и плотник у нас и как бы он же всякий раз там меняет свои показания вот щиты меч это это дам автор янковский да там янковский играл да вполне может быть вполне может быть ну короче вот лучшим он кого чего-то посмотрел чего-то там посмотрел ему это вложили в уста потому что павловский сказал что в общем то люди жаждут кого некого офицера честного которому задержал обидно который за порядок придет порядок наведет а вот честный все такой вот спортивный хороший и так далее и вот нарисовали образ путина ведь его вытащили вот есть у меня книга коржакова две там демоны в кремле бесы кремлевской полиции да 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 вот бесы в кремле по моему бесы 2.0 да бесы 2.0 называется у меня здесь есть и значит он описывает как он приехал на к по моему кумарин до ночной мэр ночной хозяин питера считался вор закона и по моему приехал он к нему и говорит накрыли стол где-то там в бане все вот это вот все как положено как они любили там же был собчак потом как мы поехали к собчак и вокруг нас бегал какой-то человек который вот все организовывал и когда мы выпивали и когда заканчивалось то есть ты даже мы не замечали как вот в рюмке там заканчивался тут же подлетал маленький человечек трясь наливал в рюмочку обратно отскакивал причем это я посмотрел он сидел значит в углу и на маленьком стульчаке таком причем сидел а значит не вот так вот вальяжно да а на краешке стула вот так вот очень преподобно я спросил у собчака а чё кто это мой помощник какой шустрый хороший да горит очень очень исполнительный вот это вот реальная характеристика этого человека было но потом мы его решили поднять и решили поднять и сделать из него образ но действительности вот сейчас то мы видим что этот образ он был действительно ложный одно дело когда ты против и выше это людям через телевизионную картинку у тебя нет никаких никакой альтернативы да ты не участвуешь ни в дебатах там выборы нечестные все остальное и вот сейчас из этого человека полезло настоящее нутро настоящее вот это вот этой шпаны этого когда-то мальчика на побегушках который таскал там чемоданы не только собчаку ну вот так подлетал и подливал водочки да мальчик водочки нам принеси мы на на родину летим как в известном фильме брат на брат 2 здесь тоже самое но путин стал лидером этого охлоса я его так называю этой толпы и она увидела в нем себя толпа увидела в нем себя и в этом смысле бану все органично она все органично ведь ну условно говоря даже горбачев как бы они вот они ругали человек уже не вписывался да то есть это интеллигентный это многоговорящий там говорит даже непонятным языком тут же ему окрестили что это меченый черт потому что у него во лбу звезда горит ну и так далее то есть это о чем говорить на самом деле то глубинарии хотели увидеть своего глубинария даже горбачев он выделялся ну-ка интеллигентный какой-то образованный что-то там учился да а путин он как бы вот такой глубинарий на самом деле реальный глубинарий он там и мочить сортирии и там сопли жевать как он говорил и там чёс сопли на кулак наматывать вот эти вот все штучки которые нам произносил в этом кстати тоже полоски написал что это все было заготовочки мы ему давали заготовочки знали на чем играть чем можно привлечь охлос чем можно его возбудить ох ох он сказал там будем мочить сортири вот сейчас он мочить сортири да а то что этот человек собственно говоря самый все это организовывал и и использовал этот террор для укрепления личной власти а кого это волнует вообще глубинариев нет глубинариев это не волнует глубинариев чем сильнее помещик чем сильнее дворянин а тем более царь батюшка тем она лучше потому что бьет значит любит это же как бы общее максимум да а если бьет значит слабак мужик слабак вот нарать вот любили же в россии говорить мужик слабак почему ну это вот он и выпить не может много понимаешь ли бабу не побьет очень тонкое замечание на самом-то деле я вот как раз таки это все слышал и подумал вот когда говорили и даже сейчас когда говорят русский мужик представляется некто бар декий бородач здоровый косомородке который пашет землю который пьет ну иногда жену бьет но в общем то вот такой вот образ диковатый да может быть даже с вид видем на этом самом но все дело в том что в конце двадцатого века о коллективный вот такой образ русского мужика это затюхан и затюкан и абсолютно путь этот маленький человечек тут а как и а какие вещи у которого по какому-то недоразумению не украли шинель не отобрали шинель а вознесли его вот путин это же а как и а какевич который попал на царский трон абсолютно что он будет делать в этом случае вот это он и делает и и я понимаю ельцина который был русским мужиком долгой генерации что называется вот тем то тем самым то которого и видели на западе вот медведь он сидел и думал блин примаков кого примите примаков сожрет всех сожрет немцов хоть и молодой он тоже так вот же вот вот он его и народ примет как своего его правда приняли как своего по-моему это большая ошибка что путина приняли как сильную личность у меня он тоже не заставлял его приняли как дисциплинированную личность и как правду своего но надень на сейчас на него или тогда на него надень рабочую одежду поставь на 32 заводе к станку но ведь не выделялся бы ельцин бы выделялся горбачев бы выделялся примаков немцов невозможно их представить на на путин бы нет не удивляться путин был бы абсолютно гармоничным в этой среде поэтому он и по и плотник и слесарь как он тут уверяет и таксист то есть он действительно в любой проекции вот такого рабочего класса да он бы слыл за своего бесспорно бесспорно это вот коллективный портрет это коллективный портрет охлоса значит глубинария абсолютно интересно интересный феномен был например с высоцким когда все считали его своим ненты считали своим военные считали своим фронтовики своим зэки считали своим там трудяги скалолазы да они считали что вот он и поет он и поет с таким надрывом вот реально что как будто он был там на фронте да только я не вернулся из боя там все это вот как вот на самом деле и как известно его очень любил главный наш кгбшник соответственно дропа да его приглашали кгб он там закрыты концерты дел и это же схема обработаны с путиным человек который как бы нигде не присутствовал но сделали создали такую модель при которой он как бы удовлетворял всех он вот такой паттер паттер охлоса до патреон у муэрты как говорится патреон или смерть начало нашего разговора и поэтому я думаю что они будут цепляться до него до конца будут цепляться за него до конца другой вопрос что интересная модель ведь более харизматическая более сакральная бесспорно более сакральная фигура как николай второй при всем при том что действительно была фигура божественной с точки зрения рпц россиянство глубинарного его убийство не сколыхнуло никого никаких тысяч людей которые хотели бы пойти освободить царя батюшку в екатеринбург не было не было то есть это тоже удивительный феномен на самом деле которым розанов писал да то что как бы вся русь вся имперская русь слиняла в два дня здесь вот просто интересно для меня чисто для вас на как для историка как это вот произойдет интересно как будет выглядеть это отречение как будет выглядеть это отречение потому что ведь с одной стороны они отрекались очень много раз. Очень много раз. И от царя батюшки, и от Советского Союза отрекались там. Никто не вышел-то его защищать. Ни Советский Союз, ни царя батюшку. А вот как с Путиным будет? Вот это мне очень интересно просто будет проследить. Я практически уверен в том, что не будет феномена похорон Сталина. Не будет. Это точно. Опять-таки, как умирает, а как и Акадьевич? Умирает тихо. Умирает тихо. Потому что других вариантов нет. И многие... Герой, конечно, да. Геройски умереть не может. Бесспорно. И многие, многие уже сейчас готовы вздохнуть с облегчением. Но был случай, рассказывали. Первые дни войны, кстати, еще не было ни бучки, ничего. Первые дни войны. Это наша знакомая вызвала... В Москве это происходит. Сломалась стиральная машина. Машина, и, значит, вызвала мастера. Мастер починил стиральную машину. Может, первой неделе войны. Может быть, не дни, а первой неделе войны. Мастер починил стиральную машину, получил деньги и, уходя, он посмотрел на хозяйку и сказал, пусть он сдохнет. Стиральная машина или Путин? Нет, пусть он сдохнет. Понятно было, про кого. И вот это... Вот я знаю, что в России, по моим впечатлениям, было два варианта, значит, ответа на главный вопрос, а что делать с войной. Первый вопрос, первый ответ, это пусть они сдадутся. И он достаточно такой, доминантный. Пусть они сдадутся, это то, что они произносили публично, а второй... Или пусть он сдохнет. И то, и другое для них выход. Как они считают. Ну, то есть, в любом случае, вот эти люди считают, что смерть Путина, остановка там и войны, и так далее. Ну, это шанс на что-то хорошее. Шанс, не на что-то хорошее, шанс на какое-то улучшение. То есть, в любом случае, вот институционально, вот почему я наставил на том, что институционально России нет. А потому что она, скажем, не имеет внутренних ресурсов, внутреннего такого резерва для того, чтобы перестроиться вне силового или через верх. То есть, условно говоря, приходит там Сталин, навязывает модернизацию. Приходит Путин, навязывает там свою повестку. Просто ломается. А изнутри как бы она не готова. То есть, ее как субъекта нет у России. Потому что только субъект может отвечать за свою судьбу. Он может это делать, он вправе это делать, он в состоянии это делает. А здесь-то нету. Поэтому вот это постоянно жажда сильной руки. Постоянно жажда сильной руки, потому что ты сам-то не можешь уже все. Тебя нет. Обязательно тебе нужны костыли какие-то. И в этом смысле Россия как бы вот сама по себе уже без субъекта. Ее нет. По сути, ее нет. Поэтому тебе говорят, придет Путин, там и умрет Путин, там все поменяется. Как по мгновению волшебной палочки. Это ведь только удивительная вещь. Постоянно считать, что вот придет Спаситель, придет Навальный. Вот он все изменит. Почему он все изменит? Почему вы так решили? Почему вы сами не готовы меняться? Никто эти вопросы не ставит. Никакого образа, как я говорил, уже нет. Никаких концептов нет. Все на уровне каких-то достаточно простых лозунгов. Честные выборы или там сделаем Россию великой. Или еще что-то. Но за этим ничего не стоит, на самом деле. Все очень слабо. И даже вся эта советская, русская литература оказалась ничтожна перед этим Джиггернаутом. Потому что она ничего не преобразила. Как говорил, Шаламов писал, что вся ваша литература, она просто провалилась, потому что в этом смысле она не сопротивлялась, и она не смогла стать оппозитом по отношению к системе гулагов, к массовым убийствам, к человеконенавистничеству и всему остальному. А что же тогда литература, что он описывал, спрашивал он. Что же это за продукт такой, который как бы находится в собственном вакууме, что ли, раз он никак не воздействует. И даже феномен русской интеллигенции, который есть, что его отрицать, да, феномен русской интеллигенции, разночинцы, но что они смогли? Они проиграли, интеллигенция проиграла по всем фронтам. Все. Единственный шанс у него был дан на излете совка, она что-то там как-то вот прям. Но и то проиграли быстро. Чекисты их разогнали, что называется, поганой метлой на раз и два. А что сейчас осталось от интеллигенции? Стенание и стонание о наших мальчиках? О наших мальчиках раз в пятом. Нет, постинтеллигенция, на самом деле, она уже постинтеллигенция, конечно, потому что она не имеет отношения к той интеллигенции. И вот этот самый постинтеллигентный корпус этих людей он мало чем отличается от, собственно говоря, глуминария. Ну, чуть по образованию, да. Имеют какие-то такие замашки богемы. Все. А в остальном это, например, то же самое. Что уж говорить. Собственно говоря, когда против войны, против агрессии, стало очень мало людей из числа так называемых интеллигентов. Они выбрали, выбрали что? Они выбрали так называемую родину. Падро и Муэрте, опять-таки, родина или смерть. Но они выбрали вот это вот, ну, родина, это как сказал Шевчук. Это же, я извиняюсь, не задница президентная. Не надо ее путать с задницей президента. Но как раз роль этих людей образованных умных объяснить разницу между системой власти и Родиной. А в России это как-то вот так обязательно должно быть слитов едино. Березки, погоны, значит, гулаги и бесконечная священная война. Бесконечная священная война, которая является просто войной агрессивной, захватнической и колониальной. Никакому священничеству, конечно, никакому сокруму она отношения не имеет. Иметь не может. Ну вот я понимаю, что мы как бы заходим на поляну таких историасовских вопросов, но опять... Мы для того здесь и посажены, чтобы туда заходить. Да, ну как говорил Ленин, если мы не договоримся об общих вопросах, мы будем спотыгаться от частности. Но они не решены, эти большие проблемы, эти нарративы. Вот не решены в России, я смотрю, но нет, нет. Все очень грустно, очень грустно. И Сахарова нет, как бы его там не ругали, нету, нет. Потому что нет среды, из которой этот человек может вырасти. К сожалению. Да что Сахарова, даже Лихачева нет. Даже Лихачева нет. Вот от общего к частному, что называется, задели, задели меня слова про русскую интеллигенцию, будем считать про русский мыслящий класс, такую группу. У меня была очень комфортная и очень приятная группа в WhatsApp, я составил очень комфортную и очень приятную группу в WhatsApp, группе одногруппников. И я был вынужден, ну вынужден что, я по своей воле по-английски просто ушел после начала войны. И не потому, что там был человек, которого я, ну я по крайней мере надеялся, что он-то будет против войны точно, а он оказался как раз таки очень за войну. Ну за войну как он? Ну типа фразы, а когда Донецк обстреливали, можно было? У меня не это задело. Мне больше всего задело, что все остальные промолчали. То есть нет, там было два человека, которые были активно против войны, когда он вот это написал, все остальные промолчали. Ну как и сказал Мартин Лютер, в конечном итоге мы будем помнить не слова, наших врагов, о молчании наших друзей. Меня удивило, конечно, то, что он написал, но еще больше меня удивило это молчание. Я понял, что... Ну а что мне надо делать? Я вот к чему, чтобы все-таки я сторонник методологического подхода. Вот методологически докрутить. Что такое интеллигенция? Что такое интеллигенция? Даже Оксфордский словарь определяет интеллигента, а это понятие пришло из любимой нами Польши, Анджея привет, как говорится. Значит, определяет интеллигента в России как человека, который идет против системы, который сопротивляется системе. Это не просто интеллектуал, интеллектуал-то может быть и при власти, но, условно говоря, министр культуры интеллигент? Нет. Как бы ты интуитивно понимаешь, что нет. Хотя у человека может быть образование нас с вами раз в пять. Он не интеллигент, потому что внутри системы. Внутри системы интеллигент быть не может. Соответственно, интеллигент должен стоять на той стороне реки и кидаться, плеваться и говорить ай-яй-яй. В России я смотрю, что это все размылось. Вот нету, нету. Опять вот на примере даже ваших одногруппников. Как бы формально одногруппники и люди с историческим образованием. Уж кто-кто, они понимают... У многих кандидатские, то есть по нынешним временам докторские диссертации за плечами. Люди, которые... Нет, это не самое главное. Люди, которые бытность студенчества высказывали самые смелые свободные идеи. Я понимаю, что с возрастом можешь становиться консерватором, но не на кто укажет. Когда мы были молодые и чушь прекрасную несли, как известно. Да, но это так сказать... Я прошу прощения, что я вынес личное, но в данном случае, к сожалению, это показатель. Показатель, показатель, конечно. Это показатель, серьезный причем. Если уж в этой среде, если в этой среде. то, что будет в других, да, что будет в других. И что самое печальное при всем при этом, самое печальное, это означает, что нет духовных основ для сопротивления. Ведь если вот этого нет, значит нет духовной основы для сопротивления. и понимаем, что про власть мы рассказали все практически. Что она антисистемна, что ничего содержательного, что это Андроповский стрелитель, но там КГБ, Ахаки Ахакиевич при власти и так далее и тому подобное. Но что этому противостоит? Вот вопрос. Что этому может противостоять? Я думаю, что в данном случае единственный шанс на масштабный кризис. Потому что в масштабном кризисе можно, как я считаю, навязать самый радикальный сценарий. Радикальный дискурс, радикальный сценарий, его можно навязать, когда вот все будет валиться, когда вот даже там люди начнут понимать, что все, никаких крючков нету, чекистских там или каких-то других. И вот тогда радикальный сценарий, радикальный принцип, он может восторжествовать. И вот тогда, как у Достоевского, тогда вот наш Иван Царевич выйдет на аванс сцену. Тогда мы и выйдем, и предложим. Самое радикальное дело это и есть революция. Реализация радикального сценария это и есть революция. По-другому никак. Никаким эволюционным путем, по крайней мере в короткой исторической перспективе это невозможно. Сколько можно ждать? Два, три, четыре поколения. Весь мир уже изменился, а здесь ничего не меняется. Ничего не меняется, даже ментально. Что интересно? Поэтому я считаю, что эта система должна прийти, достичь своего апогея, испытать серьезнейший коллапс, кризис, катарсис. И вот уже люди с радикальной повесткой должны прийти и предложить абсолютно новое. Абсолютно новое. Отлично от всего того, что было, потому что ведь ряд идей товарища Ленина были очень хороши. Были очень хороши. И республики, и право нации на самоопределение, и преодоление государства, и ставка на советы. А потом они поняли, что в советы будут избираться вся та же крестьянская масса, которым Ленин не доверял. И они воспроизведут ту же модель. Они от этого отказались. Но все равно я считаю, что только такой подход самый радикальный, ставка на народы, ставка на советы внизу, и рассредотачивание власти в России. Только так. слом любой вертикали и отрицание вертикали просто по всем фронтам. Вертикали власти. Так что называется фрагментацией. фрагментация, да. Фрагментация, но она необходима. Дальше будут формы фрагментации. Конечно, мы не можем предположить, какие формы это будут, но фрагментация, она, я тоже согласен, что фрагментация, она неизбежна, опять-таки, под предводительством группы радикалов. потому что рефлексирующая интеллигенция, я просто вспоминаю момент, когда все разрешили, конец 80-х. Огонек коротича, аргументы и факты, русский посерьезнее начал читать Новый мир, но было такое ощущение, что была вот закуплена бутылка, вот ее открыли, и оттуда вырвался вот этот жир. И Арбат 89-го года, когда я только вернулся из армии, это было неповторимое. На каждом углу какие-то споры, какие-то дебаты, какое-то что-то. Через два года Арбат был полностью коммерциализирован, были эти магазины и так далее и тому подобное. Нет, там тоже было интересно, там было художники, поэты и так далее, и все говорили, я на хозрасчете, ребят. Но это вот было первое самое, но это было вот действительно то, что столько времени не давали. А сейчас я даже не уверен, что если эту бутылку открыть, оттуда что-то выйдет. Выйдет. Согласен, согласен. Выйдете нечем. Нечем выйти. Джин протух. Нечем